здравствуйте меня зовут федор васильев это проект jumla сенсей урок номер 138 в этом уроке я хочу вам показать в drop editor как можно сделать предустановлены настройки к заголовком h1 h2 h3 и так далее то есть у нас например имеется текст и мы хотим его сделать крупным заголовком и как-то его выделить но чтобы каждый раз нам не делать эти поправки мы можем это сделать так сказать заведомо то есть так сказать некий фреймворк именно для тегов у нас теги выбираются то есть мы выделяем наш текст и в редакторе выбираем 10 h1 то есть я уже здесь экспериментировал и поэтому у меня выглядит по-другому если я выбираю например тексту демо заголовок h1 то он у меня сразу красный и подчеркивается и меняется еще и шрифт и где это как это сделать сейчас я вам покажу в коде у нас здесь видно что прописывается сразу автоматически некий класс дробь h1 давайте попробуем значит вот тексту демо 2 назначить заголовка h2 сейчас он выглядит обычно практически никак не изменился только увеличился и сейчас посмотрим как это все будет меняться нажмем сохранить то есть как я уже говорил для h1 я уже здесь экспериментировал видно что здесь есть цвет размер шрифт нижнее подчеркивание обновим страницу видим здесь демо демо 2 а теперь закрываем статью идем наш drop editor компоненты drop editor переходим кастом стайлс мы там уже были с вами в прошлом уроке и первая вкладка стиле заголовка первое мы выбираем для какого заголовка мы хотим назначить те или иные стили то есть как мы хотим оформить да то есть выбираем сначала h1 ну здесь уровень заголовка в принципе мы не меняем здесь ничего здесь выбираем включить а дальше вот здесь в колонке мы выбираем шрифт и сразу справа мы должны видеть как это будет выглядеть то есть здесь мы выбираем какой-то шрифтом вердана вы видите здесь сразу поменялся текст вот здесь цвет этому тексту какой зададим то есть всегда заголовки все заголовки вашим ваших стадиях будут иметь вот такой вид как сейчас мы это делаем все которые имеют заголовок стегова h1 размер то есть по плюсику можно просто кликать увеличивая или кликнуть по минусу уменьшая размер сразу сделать жирность подчеркивание наклон выравнивание давайте по левому краю а дальше можно сделать высота строки сразу мы видим что это такое это отступы до сверху от текста если будет текст выше заголовка и ниже дальше внутренний отступ попробуем сделать 50 так мы сейчас в демо мы не видим где это внешний отступ 50 то есть это у нас краю видно вот здесь отступил текст ну давайте так много делать не будем оставим по 5 пикселей там тоже у нас есть возможность если вы знаете ксс можно здесь задать какие-то свои параметры граница без границы сплошная пунктирная штрих давайте попробуем сделать штрих изначально мы пока ничего не видим толщина сделал три пикселя цвет сделаю например вот такой и выбираем границу да то есть вот мы кликаем вот здесь вот видите иконки и сразу показано а таким подчеркиванием где это будет хотя здесь показано что внизу должно у нас по а ну в принципе да у нас вот в демо примере внизу и появляется давайте я сделаю черным чтобы было лучше видно мы можем добавить подчеркивание вот видите я еще по одной иконке кликнул и добавил слева чтобы снять все подчеркивание вот у нас есть пустой квадратик такой иконочка по нему клика у нас все сбрасывается или сделать вот видите везде будет подчеркиваться давайте я хочу сделать только вот здесь вот и внешний отступ сделать 10 то есть вот это будет у нас h1 все заголовки с тегом h1 должны выглядеть вот так давайте у нас принципе все сохранилось давайте обновим страницу посмотрим у нас почему-то применилось не все цвет изменился шрифт изменился размер наклон но нету подчеркивание да давайте попробуем нажать сочетание клавиш control плюс f5 обновляется страница изменений я не вижу теперь я нажимаю control shift delete очистим историю браузера обновимся да почему-то не срабатывает подчеркивание то есть здесь возможно какие-то есть баги но надо пробовать возможно вас это сработает сейчас я тут обновлю страницу еще раз авторизуемся то есть основной у нас в принципе применилась но вот сейчас я вижу почему-то не применилась у нас пунктирная вот этого строка сейчас я ее выбрал попробуем обновить то есть я не вижу сейчас почему-то не показывается а у нас стоит без границы почему-то до штрих пунктир я выбираю выбираю еще раз выбираю 3 пикселя выбираю черный цвет а почему-то не сохранилось теперь давайте попробуем оформить h2 ну аналогично просто вот здесь уровень заголовка выбираем h2 здесь в примере видим что у нас никаких изменений нет выбираем какое это будет шрифт цвет видно сразу меняется прибавляем сразу размер пускай будет подчеркнутый вот ступы в принципе я не хочу задавать но из границы тоже здесь не совсем понятно такое ощущение что она как бы не срабатывает тоже возьму такой же цвет и пускай будет а снизу у нас уже есть сверху нам тоже не надо пускай быть сплошная и ну да пускай будет здесь ну тогда внешний отступ попробую сделать 10 вот таким образом да не знаю получится ли нет все изменения сохранены сейчас надо убедиться материалы зайдем статью назначены заголовок демо я не помню уже да здесь у нас есть но почему-то у у нас вот эта вот рамка не прописывается пунктирная а в остальном принципе это у нас работает применяются стили то есть вот таким образом вы можете назначать свои стили вашим заголовком здесь есть небольшой нюанс здесь почему-то у нас присутствует только три заголовка если вдруг нам нужно 456 что делать давайте зайдем в источник посмотрим попробуем сделать вот здесь вот прямо в коде прописать например 6 заголовок а 6 потом вот здесь вот тоже мы меняем вместо двойки 6 здесь тоже поставим 6 хотя у нас там стиля нет еще не готов нажимаем сохранить обновляем страницу здесь он поменялся еще раз в источнике посмотрим 66 то есть вот таким образом если здесь у нас его нету далее попробуем оформить 6 заголовок проверим что он работает drop editor стиле выбираем 6 заголовок и просто хотя бы поменяем ему цвет чтобы было видно что у нас все работает вот у нас текст должен быть синий у нас здесь написано что вроде все сохранилось обновляемся все работает вы видите демо 2 заголовок h6 у нас синим то есть вот так вот это все делается на этом принципе я ставлю паузу надеюсь для вас урок был полезным если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые познавательные выпуски обязательно подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании к этому видео на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции за сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь